Президента республики Нингер взяли в плен. Хочу меньше работать и больше отдыхать. Куда сходить в Казани в ближайшее время? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Маргарита Михайлова. В Казанском Кремле состоялась встреча Раисы республики Татарстан Рустама Миниханова с президентом республики Сенегал Маки Салом. Стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере, в области машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства и инновационных отраслей, совместную работу в области науки и образования, культуры, туризма, спорта и других сферах. В мероприятии принял участие проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. В ходе встречи Раиса Татарстана акцентировала внимание на возможностях развития гуманитарных контактов в образовании, культуре, туризме и спорте. Военные задержали президента республики Нигер Мохаммеда Базума. Мятежники заблокировали дворец главы государства, о чем сообщили по национальному телевидению. Что стало причиной бунта и как это отразится на стране, выяснял наш корреспондент. Недавно в западноафриканской республике Нигер начался самый настоящий военный переворот. В столичном городе Ниамей на улицах появились бойцы президентской гвардии, которые окружили дворец президента. По некоторым данным, дороги к основным госучреждениям также были перекрыты и заблокированы. Издание, специализирующееся на новостях из стран Африки, назвало происходящее там попыткой госпереворота. И сообщило, сославшись на свои источники, что гвардейцы захватили и самого президента Нигера Мохаммеда Базума. Поводом для переворота могла стать недавняя попытка Базума отстранить от должности командующего президентской гвардией генерала Амара Чиани. Ситуация, которая произошла 26 июля текущего года, и пришла информация о том, что там произошел военный переворот, она, по всей видимости, связана с тем, что целый ряд социальных групп, слоев, в том числе и военные структуры, не вполне довольны той политикой, которая в настоящее время проводится в республике Нигер. Подобные меры уже не раз предпринимались в африканской стране. Президент Базум, который был демократически избран в 2021 году, является близким союзником Франции. Последний государственный переворот в Нигере произошел в феврале 2010 года, когда был свергнут президент Мамаду Танджа. Вторая попытка свергнуть Базума была предпринята в марте этого года, когда президент находился в Турции. По словам нигерского чиновника, который сообщил, что был произведен арест. Поскольку в этот раз произошло окончательное свержение власти, военная группировка заявляет о конце режима, ссылаясь на ухудшающуюся ситуацию с безопасностью и плохое управление африканской страной. О том, к чему приведет вооруженный конфликт, остается только догадываться и ждать. Решение и оглашение списка требований от захватчиков власти. Нужно отметить, что сейчас параллельно с этими событиями в России и Санкт-Петербурге проходит форум «Россия-Африка». И вот уже первые же заседания, они выявили озабоченность России теми проблемами безопасности, которые существуют в целом ряде африканских государств. И Россия, конечно, призывает международное сообщество всячески содействовать тому, чтобы африканский континент являлся территорией безопасности и стабильности. Военные в Нигере заявляют, что они отстранили президента Мухаммеда Базума от власти после того, как вооруженные солдаты ранее блокировали президентский дворец в Ниаме, столице одной из самых нестабильных стран мира. Группа военнослужащих появилась в эфире на национальном телевидении. Лидер переворота сказал, что границы страны были закрыты, а все учреждения республики приостановили работу. И объявил общенациональный комендантский час. Солдаты предостерегают от любого иностранного вмешательства. Сообщалось, что очевидным переворотом руководил глава региональной группы по политике и безопасности. Ранее сообщалось, что солдаты, включая членов президентской гвардии Базума, вели переговоры с президентом, который был описан как живой и невредимый, хотя его местонахождение было неясно. Действия элитной гвардии были быстро оспорены армией и национальной гвардии в целом, которые пригрозили атаковать президентские силы, если они не уйдут. Пока о последствиях конфликта рассуждать сложно. Все зависит от выдвигаемых мятежными военными требований и от того, смогут ли они договориться с президентом. Елизавета Газизянова, Универньюз. Впереди долгожданный купальный сезон. Многие стремятся провести выходные на природе, поближе к воде. Чтобы от такого отдыха остались только приятные впечатления, важно не забывать о безопасности. О правилах первой медицинской помощи далее в сюжете. Вот-вот казанцам будут доступны новые места для проведения досуга – пляжи. Как известно, три заветных слова – солнце, вода, отдых – не всегда несут в себе что-то приятное и безопасное. Несмотря на скорую укомплектованность казанских пляжей оборудованием, спасателями и медицинскими работниками, надеяться только на помощь из ВНИ не стоит. Специалисты рекомендуют соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы отдых не обернулся неприятными последствиями. Юлия Валеева, доцент Института фундаментальной медицины и биологии, выделила несколько самых частых травм в местах массового летнего отдыха. В основном, конечно, мы говорим про утопление, и случаи уже есть первые, да, то есть утопление. Ну и неотъемлемый, конечно, это тепловой удар, это солнечный удар, с которыми чаще всего сталкиваются люди. Если мы говорим про более активный отдых, не исключением это может быть и вывих. Что касается жаркого, палящего солнца и избыточного тепла, то эксперты выделяют два состояния, которые могут развиться у человека. Это тепловой и солнечный удар. Тепловой – это не всегда про воздействие солнечных лучей. Порой человеку может стать плохо от общего перегревания организма. Чаще всего этому способствует жаркая погода, тушное помещение и теплая одежда, которая не пропускает воздух. Солнечный же удар – это прямое воздействие солнечных лучей на организм человека. Здесь страдает непокрытая голова и неподготовленная кожа. Если мы говорим про развитие ожога при воздействии солнечных лучей, в основном, конечно, это две степени. То есть это первая степень и вторая степень. Чаще всего, конечно, мы сталкиваемся с первой степенью ожога. Основными симптомами являются покраснение кожных покров, далее уже болевой синдром присоединяется. И, конечно, за счет того, что это воспалительный процесс, это может повышаться температура. По статистике, если площадь ожога больше, чем 1%, это больше, чем одна ладошка, все-таки необходимо обратиться в лечебное учреждение. Ну и, конечно, самой большой опасностью на воде является тонущий в ней человек. Купание может закончиться трагедией, которую можно предотвратить, если уметь распознавать тонущего человека и после оказать первую медицинскую помощь. Большинство из нас привыкло считать, что утопающий размахивает руками, громко кричит и вообще всячески привлекает к себе внимание. Но обычно это совсем не так. Утопление происходит очень быстро и тихо, прямо на глазах у ничего не подозревающих людей. Юлия Валеева рассказала и наглядно показала, как помочь человеку. Мы смоделировали ситуацию, когда мы пострадавшего уже извлекли из воды. Первое, что необходимо, конечно, по возможности уложить его на ровную поверхность. И опускаемся к пострадавшему при наличии, что нам ничего не угрожает. Определяем сознание. То есть берем за плечевый корпус и слегка встряхиваем пострадавшего и задаем вопрос. Вам нужна помощь? Ну и, конечно, вероятнее всего, если мы пострадавшего извлекли из воды, все-таки у него уже нет сознания. Дальше необходимо проверить дыхание. Рука на лоб, два пальца. Необходимо открыть дыхательный пути путем перезгибания шейного отдела позвоночника. Ухом наклоняемся к ротовой полости и определяем дыхание в течение 10 секунд. Работают три принципа. Вижу, слышу, ощущаю. Если за 10 секунд мы не определили ни одного втоха, то есть не увидели экскурсию грудной клетки, мы расценим, что дыхания у нас нет. Если вы видите, что в дыхательных путях есть инородные тела, это могут быть рвотные массы, песок, да, то нам надо их очистить, восстановить проходимость дыхательных путей. Прямо пальцем залезаем, да, и очищаем дыхательным путем все, что там есть. Лучше всего, конечно, по возможности на палец намотать какую-то ткань. Соприкасающей поверхности будет больше, мы больше сразу можем удалить все инородные тела. У спасателей, да, то есть есть такие вот защитные экраны. Работать без защиты и делать искусственное дыхание в рот в рот нельзя. То есть накладываем защитный экран, открываем опять же дыхательные пути, нос зажимаем и производим 5 вдохов. Раз, два. Когда вы производите 5 вдохов, вы должны смотреть на грудную клетку. Нельзя со всей силы перераздувать легкие. То есть все должно быть в рамках разумного. Как только грудная клетка отреагировала, больше не дышим. Дальше мы выполняем сердечно-легочную реанимацию. 30 компрессий, 2 вдоха. То есть считаем десятками, да, то есть сердце у нас находится посередине, за грудиной, нижняя треть грудины. Ставим руки. Руки только в замок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Тридцать компрессий, далее два вдоха. И далее опять. Тридцать компрессий, два вдоха. И так работаем до приезда скорой помощи. Также отметим, что необходимо обязательно обращать внимание на знаки и информационные щиты, установленные вблизи водоемов. Ведь многие базы отдыха с беседками и игровыми площадками, расположенные у рек и озера, не являются местами отдыха у воды, и купаться там строго запрещено. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Юль уже почти подошел к концу. А ты все никак не оторвешься от работы? Специально для тебя в эфире Универньюз наша культурная рубрика. Честно говоря, понятия не имею, по кому там страдает казанское небо. Но к пятнице оно вроде как обещало успокоиться и даже немного проясниться. Хотя я не думаю, что такой летний дождь может кого-то испугать. И уж тем более испортить планы на выходные. Всем привет, меня зовут Маргарита Михайлова. И наша команда специально для вас подготовила классную подборку бесплатных мероприятий в столице Татарстана. Кто там? Мальчик, уходи отсюда. Всем, кому не чуждо чувствую прекрасного, предлагаю сгонять на классную мультимедийную выставку «Парадоксы форм». Автор работ – дизайнер и художник из Челябинска. Эдуард Фадюшин. Он черпает впечатления в путешествиях по разным уголкам Земли. Фотографирует людей, природу, архитектуру, арт-объекты. И в своем творчестве придает всему этому совершенно новые смыслы. Какие же это черпатели кубики, когда эта жизнь моя? Кто-то называет его Челябинским Сальвадором Дали. А я скажу вам, что вход бесплатный. Так что все любители искусства, срочно-срочно собирайтесь и отправляйтесь на выставку. Отговорки не принимаются. Ну и все. Ну и приходите. В чем проблем я не понимаю? Вообще, я думаю, что во всем важно сохранить баланс. Отдыхать не только душой, но и телом. Помните то время, когда все вы на теле по фильмам «Вселенный шаг вперед»? Спешу вас обрадовать. Доставайте из шкафа самую удобную одежду. У вас будет возможность реализовать свои танцевальные амбиции. 29 июля состоится мастер-класс от профессионального танцора и блогера Ивана Рылова. Будем двигаться в стиле шаффл. Даже если вы никогда этим не занимались, поверьте мне, все будет замечательно. Я не знаю, почему я это продолжаю говорить. Проф-деформация. Болту не я, но не яичница. А вообще, есть другой способ словить дзен. Я спокойна. Сейчас я сосредоточусь. И все выучу. Сначала прикончу этот отчемник. Далее, Сергей, на все в порядке? Конечно. Я просто учу математику. Честно говоря, неделька была тяжелая. Так что вот так вот расслабляться в выходные. То, что доктор прописал. 30 июля приглашаем вас на утреннюю медитацию. Занятие подойдет абсолютно всем. Все, что нужно взять с собой, корик для йоги, какую-нибудь подушку, чтобы было удобно медитировать. Ну и пледик, если с утра пораньше, будет прохладно. Требуется предварительная регистрация. Куда буква Р пропадает? Я не понимаю. Куда буквы пропадают? Верните буквы! Ты всю жизнь мечтал слушать о чьих-то психологических травмах, но у тебя нет соответствующего диплома? У меня есть для вас выход. Решение, так сказать. Как это будет по-английски? Что-то солю... Нет, не solutions. А, это решение. Я что, из Англии? Мы нашли для тебя решение. Казанский стендап-клуб 30 июля проводит целых два бесплатных мероприятия. Импровизация команды и открытый микрофон. Требуется предварительная регистрация. My name is Margaret Michelson and I wanna sleep. And it. I wanna scream and shout. Ну и под конец рубрики, по традиции, спешу тебя расстроить. До конца лета осталось 35 дней. Сидеть дома на диване или встречать закат на набережной – решать только тебе. Но чтобы вопросов в стиле «чем вы сегодня заняться» не возникало, смотри Универньюз. Уже совсем скоро я вернусь в эфир с новой подборкой. До новых встреч. Руководитель Центра по организации временной занятости обучающихся Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Наил Вяльшин принял участие в панельной дискуссии молодежного форума Приволжского федерального округа Иволга, проходящего в Самарской области с 21 по 29 июля. Он рассказал аудитории про организацию карьерных событий, опираясь на успешный опыт Казанского федерального университета. Молодежный форум Иволга входит в линейку платформы «Росмолодежь. События». На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова